МОЛДОВА 3 ноября Молдова отстояла свое право вырваться из российских объятий. В стране прошел второй тур президентских выборов. Победила действующий президент Майя Санду, которая рьяно отстаивает интеграцию Молдовы в ЕС и НАТО. Ее оппонент, пророссийский политик Александр Стояногла, не догнал ее на целых 11%. Казалось бы, в стране прошли выборы и референдум. Чего вообще мусолить эту тему, уже который день к ряду? На самом деле, маленькая Молдова, большие результаты. Давайте разбираться в деталях. Власти страны говорят о беспрецедентном вмешательстве в эту избирательную кампанию. Кого бы вы думали? Конечно, России и подконтрольных Москве политических сил. После первого тура выборов Санду заявила о 300 тысячах купленных голосов, а полиция сообщала, что из России в Молдову отправили 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Также из России в соседние страны молдаван везли специально организованными чартерами, чтобы те могли проголосовать правильно, так как в Москве хочется. Когда результаты стали очевидны и в команды Майя Санду открыли шампанское, пророссийские силы перешли к новой фазе подрыва выборов. Нужно было срочно поставить под сомнение их результат. Пророссийские политики тут же заговорили о том, что Майя Санду – президент диаспоры. Ну, типа потому, что ее основной электорат живет в странах ЕС. А, мол, дома и в России за нее вовсе не голосовали. Причем в России якобы голосовать было еще и сложно, потому что мало избирательных участков. Ровно такой же нарратив звучал и из Кремля. Прям объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, это действительно не десятки, это сотни тысяч, несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос, свою возможность проголосовать. Международные наблюдатели также заявили о том, что фиксировали много нарушений. Однако на результаты выборов в целом эти нарушения не повлияли. К сожалению, мы должны признать, что значительные усилия по вмешательству в эти выборы были предприняты различными субъектами, включая организации, связанные с Российской Федерацией, пророссийскими олигархами и местными группами с российскими связями. Мы хвалим молдавский народ за то, что он провел президентские выборы профессионально и с исключительным чувством долга и самоотверженностью, несмотря на продолжающиеся масштабные вмешательства со стороны России и ее доверенных лиц. В Кремле, конечно же, отнекивались от того, что каким-либо образом влияли на президентские выборы в Молдове. Хотя мы-то понимаем, что внешнее вмешательство в избирательную кампанию – не новое явление для Молдовы. И с года в год отличается только его масштаб. В справедливости ради хочу сказать, что результат выборов действительно в итоге определила диаспора. За границей за Санду голосовали почти 83% избирателей, ну а за Стояногла, соответственно, 17,5%. При этом на участках внутри Молдовы Стояногла получил более 51% голосов, а Санду меньше 49%. Однако давайте вспомним, как проходил первый тур. Это правда важно. В целом прогнозируемый результат вылился в то, что Санду вынуждена была идти на второй тур, и тогда она призвала население Молдовы мобилизоваться. А это так всегда работает. Причем во всех странах. Электорат демократических сил более пассивен. И это видно и по результатам выборов в Соединенных Штатах. Но к ним мы еще вернемся. Хотя на самом-то деле ничего необычного не произошло. Санду-то победила и в первом туре. Просто не набрала достаточный результат, чтобы этим одним туром и ограничиться. Но в России это мало кого интересовало. Выборы сфальсифицировали, заявили они. Что ж, кому, как ни российской верхушки, знать, как фальсифицировать выборы. Давайте не забывать о Приднестровье. Это крохотная территория, оккупированная Россией на самой границе с Украиной. Жители Анклава тоже могли голосовать, но для этого им надо было выехать на территорию, подконтрольную молдавским правительством. Там для них организовали 27 участков. Россия всегда делает ставки на местное население территорий, которые она каким-либо образом контролирует. Как, в принципе, и собственный народ. Жители оккупированных территорий различными способами подталкивают, что ли, проголосовать правильно. Людей к участкам понавозили. Если в первом туре почти никого не было, то во время второго наблюдатели фиксировали очереди. Но при этом и в этот раз Приднестровье Путина разочаровало. В своем победном выступлении Санда пообещала быть президентом для всех молдаван, вне зависимости от того, за кого они голосовали. Это вполне стандартная фраза для президента любой страны. Но для Молдовы она сейчас имеет особое значение. Дело все в том, что до парламентских выборов осталось меньше года. И если сейчас администрация Санду не справится с настроениями в молдавском обществе, ну и еще не уменьшит хотя бы поток российского влияния на молдаван, то она может оказаться президентом без власти, потеряв парламент. Такой сценарий Россия уже успешно отработала в Грузии. И мы видим, к чему это все привело. Министерство иностранных дел Литвы написало в понедельник в соцсети «Икс» следующее. «Поскольку парламентские выборы не за горами, ЕС должен сделать все возможное, чтобы помочь Молдове расследовать все знонамеренные вмешательства России и привлечь виновных к ответственности». Это конец цитаты. В соседней Украине результаты молдавских выборов дали возможность людям сделать глоток свежего воздуха. Ведь, по крайней мере, на год Россия потеряла свое влияние на южный регион. Владимир Зеленский практически сразу же позвонил Санду, чтобы ее поздравить. Так что пока в Молдове майская осень, самое время сеять политические озимы, чтобы потом не наступил осенний май. Ну а вы что думаете, пишите в комментариях, если смотрите эту программу в интернете. Также не пожалейте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями и в любимых пабликах. Ну и подпишитесь на наш YouTube-канал. Здесь много интересного, и так вы точно ничего не пропустите. Где нужна для этого кнопка, уверен, вы прекрасно знаете и без меня.